всем привет всем здравствуйте оля из тампирис филляндии я нахожусь сити маркете ну и в этом видео отвечу на несколько вопросов и вопросы я всегда выписываю ну и первый вопрос что финска еще продается кроме люмене народ если на упаковке финский флаг и написано тэх тушомеса балмис тушомеса то есть эта продукция сделана финляндия ну и конечно сейчас в сити маркет где живу я влияла лахте перекраивают перестраивают пытаются сделать из него вот такую конфетку ну и я много раз говорю вот эти дни когда начинается распродажу тут выбора вы выгребли все вот такое дай боже что нам не кожа и написано варастут юхи а все то есть склады они упастошают и я считаю что еще скидки недостаточно хороши то есть уже можно продавать гораздо дешевле сейчас после дня ивана после юга ноша начинаются большие скидки везде и всюду конечно люди будут ждать этих скидок и они пойдут шопиться и где написано у то это у нас новинки но все равно многие финны считают после дня ивана лето уже заканчивается и поэтому за нормальную цену летний товар уже практически не продать ну и здесь вот эта серия новая про которую я показывал в прошлый раз сити маркете и если мы посмотрим сити маркет до лидал у нас номер один по ценам он считается самый бюджетный продуктовый магазин потом идет призма ну и на третьем месте сити маркет конечно пытаются они сейчас вот сделать такой ремонт денег вложено немерено и пытаются они перевесить перекроить вот так все красивенько чтобы это висело но я опять же призываю все покупать только с холодными мозгами и через примерочную и точно так же нижнее белье в финляндии нижнее белье мерить можно и нужно даже если ты привык что ты покупаешь всегда триумф 85 д не можешь схватить вот так не примерив да это может быть мананта каппалы понедельничная серия и этот бюстгальтер может быть мал или наоборот велик и точно так же носки по еврику вот так кажется ой какие веселенькие это у нас веселенькие такие носочки но когда смотришь это полиэстер конечно да полиэстер ские носки я например в жизни не куплю у меня чешутся ноги и конечно в них будет жарко летом и холодно зимой очень хотелось бы катоновые носочки и посмотрите что написано да тарьё уж тарьё уж вот эти скидки в проходах стоят большие коробки что только придите и потратьте свои как говорится денежки до сегодня воскресенье я это ролик выложу конечно позже мы пришли с моим пупсиком ну и он тоже приколист веселит может быть на следующую пасху купить вот такую шляпу я говорю снимай а то не дай бог подумают что ты работник сети маркета потому что он тоже в красной футболке ну и посмотрите народ маримеку тоже присутствует я про это всегда говорю очень хорошие скидки есть на маримеку можно купить вот такие шопера по 15 евро всего я считаю что недорого даже для подарка в такую сумочку можно положить ту же бутылочку вина еще что-то и мою увидел кружки от мумиков арабия говорит посмотри 15 евро всего вот кому бы купить да иногда вот так смотришь на это барахло я не могу это назвать вещами это конечно барахло вот кто его покупает лучше бы было меньше но лучшее качество точно так же это постельное белье да конечно но на крахмале на сто процентов катон трогаешь и кажется о вещь такая хорошая натуральная но после первой стирки когда крахмал смывается это может превратиться тряпочку и вот про что спрашивали посмотрите вот эта фирма до продается в финляндии сколько лет помню себя я в финляндии эксет вот эта серия неплохой этот шампунь неплохой кондиционер то бы что уже с удовольствием бы купина купила я доверяю финскому качеству и посмотрите тарьё уж тарьё уж тарьё уж то есть скидки скидки сел и пройдет еще недели две-три еще будут больше скидки почему я всегда говорю если что-то вам нужно ничего не хватайте приценитесь сделайте скриншотик посмотрите сколько стоит это же в другом магазине потому что так тяжело достаются эти деньги конечно их нужно тратить холодными мозгами и здесь у нас на пентик 50 процентов скидка если у вас есть к корте вот эта карточка магазина ее можно оформить в интернете я про это говорю несколько раз и теперь даже как говорится не нужно в магазин приезжать если вы эту карточку хотите и если большая семья оформлять и рин на кайскорте вот такую карточку можно по оформить всей семье ну и был второй вопрос задан про календарики народ покупайте календарь если живете филляндии вот такой где есть все то есть есть и красные дни календаря и праздники и когда зарплата двойная и так далее и так далее когда магазины работают только короткую неделю вот такой календарик я советую купить потому что здесь есть и имена здесь есть и вот эти все праздники к скажем так календаря вот посмотрите ничего в голове не нужно придумывать открыл посмотрел отметил записал такой ежедневник должен быть это конечно теперь много у людей в телефоне но я телефону не доверяю у меня вот такой ежедневник есть у себя и я очень советую если в финляндии живете без такого не обойтись ну и книги тоже присутствует сейчас люди выходят в отпуск многие после юга нуша отдыхают и уезжают на дачу набирают вот таких дешевых книг но и читают их лежа в том же гамаке ну и третий вопрос был про пельмени и я говорю что посмотрите народ какие дешевые пельмени были в лидале и был задан вопрос оля ну а штук пельмени цена до пельмени цена гуляет иногда упаковка вот здесь 400 грамм и я показывала упаковку за 500 грамм то есть цену за 500 грамм и конечно пельмени без мяса вегетарианские дешевле и теперь есть пельмени вот такие в коробочке да конечно за коробочку тоже нужно платить то есть всегда смотрите за килограмм цену цену и вы тогда будете сравнивать что бюджет на это или нет и посмотрите теперь упаковка даже борща есть вот будут в такой упаковке будут эти пельмени покупала я в лидале они стоили 3 с копейками здесь они стоят 479 и здесь у нас 500 грамм про пельмени был задан вопрос вот я отвечаю вам кто про пельмени спрашивал с пельмени большой выбор но всегда можно смотреть цену за килограмм и у нас где живу я большая стройка но я всегда говорю здорово что не ломают старая вот эта карта но это конечно историческое место здорово что ничего не ломают все ремонтируют и рядом строят новые дома то есть будет вот так скажем так красивенько не то что сломали потом 100 строят а потом а потом пытаются это все озеленить то есть вот это пусть то этот парк эта карта но все сохраняется и в этом замке жили владельцы бывшие вот этого завода то есть вот так все красиво здесь как говорится реставрируется и хороший парк люди сюда приезжают по дорожкам походить с коляской кто-то идет скандинавской ходьбой кто-то едет на велосипеде на велосипеде большой паркинг вот это все как говорится здесь есть но и все равно место вот такое историческое поэтому здесь устраивают много раз праздники гуляния свадьбы и так далее это все как говорится для тех кто интересуется местом тампире ли аллахте ну и еще раз всех с праздником юхан уж все кто смотрит мои видео большое спасибо сейчас много новых подписчиков пожалуйста пишите вопросы не всегда успеваю снимать видео отвечать на вопросы но народ не расстраивайтесь у меня все записано я вот человек такой старой закалки дотошная у меня обыкновенная тетрадочка в клеточку ручечкой куда я все это записываю и когда я отвечаю на вопрос про календарик или про пельмени я потом вычеркиваю чтобы не повторяться вот такая скажем система есть у меня подписывайтесь не хворайте с вами была оля из тампире из и леалахте всем физкульт привет и посмотрите какая красота конечно да вот эти березки вставила просто два раза из-за того что самой очень нравится и я знаю многие с удовольствием посмотрят вот такую спокойную природу которая есть в финляндии она есть везде по всей финляндии